На этом занятии поговорим про юридическое лицо. Это последнее занятие, посвященное формам регистрации бизнеса. И юридическое лицо было выбрано последней темой по формам регистрации, потому что оно считается по праву самым сложным. Потому что тут нужна не только регистрация, но и оформление документов всего, что касается деятельности юридического лица, в отличие от индивидуального предпринимателя, например, когда после регистрации фактически никаких больше документов не требуется, кроме договора. С юридическим лицом все будет сложнее. Итак, когда можно рассматривать для себя регистрацию юридического лица? Когда вы уже попробовали поработать, когда понимаете, что клиенты будут, и прибыль будет, и что как индивидуальный предприниматель вам уже числовато, что можно наметь сотрудников, можно открыть несколько филиалов, например, то, что касается центров образовательных, тогда можно рассматривать юридическое лицо. Если у вас не было, в принципе, опытов ведения бизнеса, я не советую открывать юридическое лицо, потому что его закрытие довольно сложное, и содержание его также довольно сложное. Рассмотрите для себя для начала индивидуальное предпринимательство. Но если вы уже попробовали поработать, если понимаете, зачем вам это надо, и хотите масштабироваться, то юридическое лицо для вас. Какие бывают виды в Беларуси юридических лиц? Частное унитарное предприятие предполагает, что один единственный собственник, а в ЧУПе не может быть больше собственников, только один, из своего имущества создает юридическое лицо и впоследствии отвечает точно так же всем своим личным имуществом. Не очень рекомендую эту форму, хотя она имеет право на существование, но с этой точки зрения гораздо лучше и гораздо удобнее это общество с ограниченной ответственностью. В ООО может быть от 1 до 50 учредителей. В отличие от ЧУПа, например, ООО легче продать. То есть вы просто вводите в состав учредителей каких-нибудь спонсоров, инвесторов и так далее. И либо нового учредителя выходит из состава ЧУП. Продать можно только как имущественный комплекс, но это тоже довольно сложно и дорого. И есть такая форма, которую я включила в это занятие, это учреждение образования. Учреждение образования, частное учреждение образования нужно нам, если мы хотим открыть, например, детский сад или частную школу. Это касается только учреждений юридических лиц, которые собираются оказывать именно образовательные услуги. Для кружков, для каких-то дополнительных занятий не нужна форма учреждения образования. Я ее не рекомендую, потому что такая форма не предполагает распределение прибыли. То есть если ЧУП и ООО предполагают заработок и создаются с целью заработка, то это учреждение образования, это некоммерческая организация, поэтому будьте здесь внимательны. Что нужно, в принципе, для регистрации? Кроме заявления, которое вы понесете на регистрацию, если вы помните, то ИП у нас регистрируется паспорт плюс заявление плюс госпошлина. С юридическим лицом все сложнее. Для начала нужно определиться, где у вас будет юридический адрес. Юридический адрес – это место нахождения исполнительного органа юридического лица и место, где будут храниться все документы. Все документы учредительные, устав и книга замечаний. Для этих целей можно просто снять офис. И сейчас есть фирмы, которые предоставляют услугу по предоставлению юридического адреса. Если у вас уже есть офис, то вы вправе там разместиться и называть это своим юридическим адресом. При этом согласие собственника помещения арендодателя вам не нужно. Для того, чтобы юридическое лицо было зарегистрировано, вам нужно в произвольной форме взять гарантийное письмо от собственника помещения, что в случае регистрации такого-то юридического лица этот собственник обязуется заключить договор об аренде. Согласование на именование. Обязательно нужно перед регистрацией у каждого юридического лица есть наименование, в отличие, например, от ИП. Это производится точно так же в отделе регистрации. И с 2020 года это производится в инвестиционном виде. То есть учредитель подает заявление, указывает наименование, которое хочет согласовать, и ему приходит в электронном виде справка о согласовании наименования. Конечно, нужно решение о создании юридического лица. Это будет протокол собственников учредителей или решение единственного учредителя. И устав. Пример устава вы получите к данному занятию. И вот такой пакет документов у вас должен быть готов для регистрации. Хотя на регистрации, например, у вас не спросят, не вправе спрашивать гарантийное письмо, но все равно практика показывает, что иногда они просят. Хотя законодательством это не предусмотрено. После регистрации юридического лица вам выдают свидетельство о регистрации. Оно уже без фотографии, в отличие от свидетельства ИП. И что из себя представляет вообще юридическое лицо? У юрлица, как фикции юридической, есть учредители. То есть это один или несколько людей, которые решили его создать. Эти учредители могут вообще никак не участвовать в работе этого юридического лица. То есть задача учредителей создать юридическое лицо и нанять директора и сотрудников и, в общем-то, отойти от дел. Это тоже допустимо. Иногда учредители в одном лице могут быть и директорами, и бухгалтерами, и другими какими-то сотрудниками. Это тоже допустимо. Важно, что учредители получают дивиденды. То есть прибыль, которую получает юридическое лицо, эта прибыль принадлежит учредителям, которые распределяют ее согласно периодам, которые будут указаны в уставе. У юрлица обязательно должен быть директор. Директор – это исполнительный орган. Это фактически единица, которая управляет юридическим лицом в перерывах между отчетными собраниями учредителей. И директор принимает все важные решения. Функции директора описаны также в уставе. Бухгалтер обязательно должен быть у юридического лица. Бухгалтер здесь вынесен отдельно, потому что бухгалтер может быть как на аутсорсе, просто договор на бухгалтерские услуги, так и бухгалтер как наемный сотрудник может быть. Часто спрашивают еще, может ли директор или учредитель выполнять функции бухгалтера. Это предусмотрено только для частного унитарного предприятия, чтобы в одном лице было бухгалтер и директор. Для ООО и учреждения образования бухгалтер должен быть отдельной единицей или должен быть заключен договор на бухгалтерские услуги. Ну и сотрудники, сколько нужно сотрудников, столько и нанимаем и делаем штатное списание. Вот такая система юридического лица. Обязательно нужно открывать расчетный счет. Можно даже не один, но это уже зависит от того, какие у вас масштабы и зачем вам эти расчетные счета. Но один расчетный счет у юридического лица должен быть обязательным. Обязателен кассовый аппарат, если вы не собираетесь работать с физическими лицами, а образование все-таки предполагает образовательную деятельность, работу с физлицами, у юрлица должна быть касса. И, к сожалению, сдавать выручку в банк обязательно, в отличие, например, от индивидуального предпринимателя. ИП у нас выручку в банк вправе не сдавать, если он работает с наличными. Юрлицо сдавать выручку обязанно. С 2022 года у нас есть два варианта системы налогообложения. Это общая система, так называемый подоходный налог, которая учитывает и доходы, и расходы, и упрощенная система налогообложения под 6%. Она для юридических лиц сохраняется. Что касается документов, почему я говорила, что это довольно сложный вариант в ведении бизнеса, потому что здесь документации будет в разы больше, чем в ИП в том же. И в том числе и контролирующих органов, мы поговорим дальше, тоже может быть больше, чем у ИП. Это связано, и поэтому документации, соответственно, будет больше. Конечно, у юридического лица есть учредительные документы. Учредительные документы – это устав и свидетельство о регистрации. Эти документы будут с юридическим лицом фактически от момента основания до ликвидации. Это ваши самые главные документы. И устав, в принципе, регулирует все, что нужно по юридическому лицу. Поэтому я рекомендую относиться к составлению устава серьезно и продумать там разные варианты. В том числе, например, если у вас больше, чем один учредитель, как вы будете проводить учредительные собрания, точнее, собрания по принятию каких-либо решений и посмотреть в том числе онлайн собрания. На это мало иногда обращают внимания. И потом приходится вносить изменения. Изменения в устав, конечно, можно вносить. Тоже нет ничего сложного, просто правильно оформлять. Книга замечаний, книга проверок тоже есть у каждого юридического лица в Белоруссии. Эти книги покупаются в момент регистрации. То есть вы зарегистрировались, потом взяли в налоговые реквизиты, оплатили и получили эти книги. И точно так же они у вас будут. Книга замечаний нужна по каждому месту оказания услуг. Если у вас мест услуг больше, чем одно, соответственно, книг замечаний у вас тоже будет равно количеству офисов и мест оказания услуг. Книга учета доходов нужна только если вы на упрощенке. Общая система предполагает полное ведение бухгалтерии. По первичным учетным документам, так называемый ПУД, это тоже бухгалтер ведет первичку. И договоры, конечно, у вас на любую операцию или работу с контрагентами у вас будет документ. Это договор или акт или товарная накладная. Ну и, конечно, кадровые документы, все приемы на работу, все перемещения, отправка в отпуск сотрудников. Это все будет сопровождаться составлением заявлений и приказа. Штатное расписание, локальные нормативные акты, такие как должностная инструкция, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда еще часто бывает, если хотите премии какие-то выписывать или еще какие-то условия для сотрудников предусматривать. Но об этом тоже можем говорить в последующем занятии, касающемся сотрудничества и найма. Вот такой список довольно длинной документации, которая должна быть у юридического лица. Кто контролирует юридическое лицо? Отчеты нужно будет подавать в СЗН, в Фонд социальной защиты, в налоговую в соответствии с вашей системой налогообложения, и в статистику тоже по наемным сотрудникам. И в зависимости от того, какой вид деятельности вы осуществляете, могут быть дополнительные органы, в которые нужно будет подавать отчеты. Так, если мы говорим, например, про образовательную деятельность, это прохождение аккредитации в Министерстве образования. Санстанция может какие-то вещи контролировать, если вы работаете, например, с детьми. Здесь тоже нужно уточнять в соответствии со своим видом деятельности, кто еще может вас контролировать. И если это не отчет, то есть как такового отчета прям больше не будет, то быть готовым к мониторингу или какой-то проверке дополнительных органов, я бы рекомендовала изучать этот вопрос в зависимости от вида деятельности. И мы этого вопроса немножко касались на первом занятии, но здесь более подробно. Кому нужна лицензия на образовательную деятельность? Вы видите на слайде перечень видов образовательной деятельности, когда лицензия будет нужна. Эту лицензию за 10 базовых величин можно получить в Министерстве образования, предоставив конкретные документы. Перечень документов, виды документов и образцы представлены также на сайте Министерства образования. Если вы хотите заниматься профессионально-техническим образованием, средним, специальным или высшим, или производить переподготовку, тогда вам нужна лицензия. В остальных случаях, если вы хотите осуществлять образовательную деятельность, то такие учреждения и юридические лица подлежат аккредитации. Это мы говорим про частные школы, например, или частные детские сады. На дополнительное образование в тех же детских центрах либо какие-то курсы аккредитация не нужна. Здесь просто заключаете договор и работаете. Прекращение деятельности здесь точно такое же, как и у индивидуального предпринимателя. Это будет добровольная ликвидация. Вы просто подаете заявление, оплачиваете госпошлину и готовитесь к полной проверке, сдаете документы. Либо принудительно по решению госоргана или суда. Здесь единственное, что не может быть по периоду бездействия, как у индивидуального предпринимателя. Помните, я говорила, что если 24 месяца не осуществляет деятельность ИП, то налоговое вправе подать им аналитиквидацию. Вот в юридическом лице это невозможно. Бездействовать ее в лицо не может. Потому что, как минимум, там есть директор, и там есть собрание. Это уже считается деятельностью. О чем мы будем говорить на следующем занятии? О сотрудничестве, как нанимать выгодно сотрудников, сколько стоит вообще в Беларуси нанять сотрудников, что нужно учитывать при найме, и как еще можно оформлять сотрудничество, кроме как по трудовому договору. И чем оформление сотрудников отличается от заказа услуг.